Всем привет друзья, с вами Александр и сегодня у нас новый мод, который называется Old Story. Это модификация на игру Stalker Чистое Небо. Ссылку на скачивание мода оставлю в описании. Давайте приступим. Отлично, мы появляемся на болоте. У нас появляется задание поговорить с профессором. Шрам, мы пришли к месту замера. Сейчас я начну проводить замеры, а вы прикрывайте меня. Возможно повышение активности мутантов. Давай делай свои замеры, умещай. Своё дело я знаю. Замечательно, у нас есть винторез. Это винторез шрама, который в оригинальной игре можно найти возле железнодорожного пути. Кабаны готовы. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Всё, отбой. Акустические данные по всем диапазонам получены. Я сделал все необходимые замеры. Теперь двигаемся в моментарный наш лагерь. Пошли. Отлично, выдвигаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Теперь становится понятно, зачем шрам сопровождал ученых на болото. Мы видели заставку в оригинальной игре. Им необходимо сделать замеры, но они попали под сильный выброс, после которого выживает только шрам. Ясно. У меня присутствуют небольшие ладьи, не знаю, чем это связано. Система, в принципе, позволяет выкрутить графику на максимум. Возможно, это какой-то косяк мода. Дальше видно будет. Ученые, вы идете? Кстати, в видео может быть темная картинка. Это особенность чистого неба. У меня яркость выстрелена на максимум. Не знаю, еще и на ютюбе она затемлится. Посмотрим. Так, нам идти. Вон туда, если не ошибаюсь. Там нас застает врасплох выброс. Музыку в игре также пришлось отключить из-за политики гугла. Музыку в игре также пришлось отключить из-за политики гугла. Да, вот и заставка из оригинальной игры. Повторюсь, теперь становится понятно, зачем ученых шрам выделил на болото. Но вся группа погибла. Остался в живых только шрам. Кстати, я совершенно не вижу причины волноваться. Согласно результатам наших исследований, следующий выброс произойдет не раньше, чем через два месяца и четыре дня, плюс-минус семь часов. Интенсивность его составит три балла по шкале Бергмана, что в 2,13. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, повезло шраму. Очнулся? Это хорошо. ну что же с возвращением на этот свет сталкер как самочувствие голова разламываться в глазах круги плывется елки помню что с тобой произошло так помню что вел экспедицию ученых сторону болот потом потом был выброс так потом все я в раю или в аду или это чистилище так на зону похоже шутишь это хорошо значит жить будешь моя фамилия лебедев я начальная группа и отвечаю здесь за все и за всех из-за тебя кстати пока ты тут себя мы называем чистая небо сейчас ты на нашей базе ребята подобрали тебя на болотах после выброса вот как повезло мне знать повезло не думаю вот факты ты выжил после выброса это первое что я никак не могу объяснить второе наш патруль наткнулся на тебя на болото это бесконечный топе мы в тропах и сами не всегда уверены и третье тебя едва не растерзала простая псевдо собак ребята подоспелее в самый последний момент это да это такой же диалог как в оригинале игры чистое небо что-то пообщаться с барменом бармена как я помню зовут холод какие люди на нашем болоте привет наём вот ты стала быть какой ты пока в отточке лежал легендой стал на базе уж и напридумывали я тебе всякого молоды кому счастливцу стаканчик за счет заведения так что давай излагай а то я уж извелся весь от любопытства до рассказывать то почти нечего группу ученых вел по болотам потом выбросом накрыл дальше ничего не помню ночью очнулся уже здесь у вас так что это ты рассказываешь что и шаг это диалог такой же был как в оригинале игры все играли все читали давайте зайдем к лебедеву что за задание это второй форпост на нас напали мутанты просим помощи сослав сейчас у тебя будет боец выдай ему все необходимое для задания лебедев рассказывают про группировку чистое небо они придают пытается предотвратить распространение зоны сильные возможно возвращение вдруг сейчас вот режим дружище у меня приказ выдать тебе снаряжение а все расспрос нас помочь второму форпосту детектор аномалий удать детектор способны распознать аномальных зонах в том числе и радиа я не знаю что подойдет в начале бросаешь болт а сам идешь только если впереди чисто Второй форпост здоровый. Все-таки залетел он, он может только сообщить расстояние до артефакта. На втором форпосте уже война. Давай на вышку, здесь можно укрыться от монстров. Братишка, вовремя подоспел. У меня патронов на самом донце осталось. Давай этих твари что ли в два ствола отстреляем. Давай попробуем. Если успеем, да выброс. Что мы подобрали? Рюкзак. Отлично. Очередной выброс. Выяснить у лебедева, что произошло. Заметка об аномалии туман. На разрешении 1 метра и вновь верхняя в Indian надежде. Детский наш. На разрешении 1 метра будет определённая. Заметка об аномалии. Компания об аномалии туманой. Это мы тоже помним, от чего стали происходить выбросы чаще. Нет, не сюда, сажусь уже наградой. Из-за того, что кто-то проник в центр зоны и отключил сжигатель мозгов. Здравствуй, Год, а мы люди так не будем, да шут, известное дело. Будешь неподалеку, заглядывай. Денег пока у нас нет, да. Возвращением, хочешь поторговать? Да, вот получили награду. Отправиться на болото, у нас опять есть задание. Тебе нужно что, сталк? Пойдем. Ладно, ребята, на этом, я думаю, достаточно для первой серии. Тем более у меня были технические трудности. Наемник, вижу тебя вывели на большие болота. Будь предельно осторожен и не пытайся строить из себя героя. Загляни в ПДА, там должны быть отмечены наши отряды. Советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. Хорошо, повторюсь, у меня были технические трудности. Эту серию я записал раза с пятого. Постоянная игра вылетала, не знаю, с чем это связано. Попробую что-нибудь новое прикрутить. Или старое. С вами был Александр, всем спасибо, всем пока.